Красная шапочка Жила-была на свете маленькая девочка. Ее звали Красная Шапочка, потому что была у нее любимая накидка с красным капюшоном. Дочка! Что, мамочка? Я испекла вкусное печенье. Отнесешь корзину с печеньем нашей бабушке? Конечно, отнесу. Красная шапочка взяла у мамы корзинку и пошла к домику бабушки. Дочка, будь внимательней по дороге. Иди по тропинке через лес и никуда не сворачивай. У Красной шапочки было замечательное настроение. Мама говорила, что в лесу живут зайчики, а их нигде нет. Почему? Ой, какие красивые цветочки! Сейчас я соберу букет для бабушки. Красная шапочка начала собирать цветы и ушла далеко от тропинки. И вдруг услышала, как кто-то рычит. Девочка испугалась, даже выронила корзинку с цветами. А волк наклонился и начал собирать печенье обратно в корзинку. Он все собрал и дал корзинку Красной шапочке. Куда ты идешь, девочка? Я иду к бабушке. Она живет на другой стороне леса в желтом домике. Мама испекла печенье и я несу его бабушке. Понятно. Меня зовут Красная шапочка, потому что у меня есть накидочка с красным капюшоном. Хорошо, Красная шапочка. А знаешь, что я придумал? Пойду-ка я предупрежу твою бабушку, что ты скоро придешь. В этот момент раздались выстрелы и волк убежал. Красная шапочка осталась одна. Тут она поняла, что ушла с тропинки и заблудилась. Она начала плакать, но в этот момент подошел к ней охотник. Девочка, что ты делаешь здесь одна? В лесу опасно. Здесь живет злой волк. Я никак не могу его поймать. Красной шапочке было так стыдно, что она не послушалась маму и ушла с тропинки, что про волка она совсем забыла. Я иду к бабушке. Мама испекла печенье и вот я несу бабушке угощение. Давай-ка я тебя провожу. И пошли они вместе. А в это время злой волк уже подходил к дому бабушки. Он постучал в дверь. Кто там? Волк заговорил голосом красной шапочки. Это я, бабушка, красная шапочка. Я принесла тебе печенье, которое испекла мама. Входи, внученька. Очень скоро пришли к дому бабушки охотник и красная шапочка. До свидания, красная шапочка. Передавай привет своей бабушке. Хорошо. Красная шапочка постучала в дверь и услышала голос бабушки. Кто там? Это я, бабушка, красная шапочка. Дверь открыта, внучка, проходи. На одну секундочку красная шапочка засомневалась. Голос бабушки показался ей необычным. Наверное, бабушка болеет, и поэтому у нее такой хриплый голос. Красная шапочка вошла. На кровати лежал волк, который надел бабушкину пижаму и очки. А чтобы девочка его не разглядела, он выключил свет и зашторил шторы. Спасибо тебе, внучка, за то, что ты пришла навестить больную бабушку. Подойди-ка поближе, чтобы я могла тебя лучше видеть. Давай же, подойди еще поближе. Что-то странное было в бабушке. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие длинные руки? Это чтобы покрепче тебя обнимать, внученька. А почему у тебя такие большие уши? Это чтобы тебя лучше слышать. А почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы кушать с удовольствием. Хе-хе-хе. И тут волк спрыгнул с кровати и подбежал к красной шапочке, чтобы съесть ее на ужин. Помогите! Ты не моя бабушка, ты злой серый волк. Помогите мне срочно! Охотник, который еще не успел уйти, услышал крик девочки и поспешил на помощь. И спас красную шапочку. Наконец-то я тебя поймал, злой волк. Попался? Охотник успокоил красную шапочку и спас бабушку. Спасибо вам большое, дядя охотник. Не за что, красная шапочка. Но в следующий раз лучше иди навещать бабушку вместе с мамой. Ага. Бабушка и красная шапочка сели пить чай и кушали печенье, которое испекла мама. А потом нужно было идти домой. Красная шапочка шла по лесу, напевала веселые песенки и вдруг опять увидела волка. На этот раз он подметал тропинки в лесу по совету охотника. Он увидел красную шапочку и ему стало очень стыдно за все, что он сделал. Красная шапочка простила волка. Она пошла домой и смотрела за зайчиками, которые больше не боялись серого волка, и весело прыгали по лесу. Красная шапочка 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 Продолжение следует...